В этот день в кинотеатре «Искры» собрались люди, которые не понаслышке знают, каково это – жить с диабетом. Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с диабетом, проводятся в Ленинском районе уже 20 лет. И каждый год люди узнают много нового о способах диагностики и контроля, а также особенностях питания, образа жизни и ухода за кожей. Мы часто проводим обучающие лекции в школу диабета, поэтому все желающие могут принять участие в наших мероприятиях. Заместитель главы муниципальной администрации Алексей Селезнев пожелал собравшимся здоровья и вручил председателю Ленинской районной общественной организации инвалидов-диабетиков Елене Воробьевой денежный сертификат. А представители Управления соцзащиты населения рассказали о мерах поддержки социально незащищенных граждан, инвалидов и пенсионеров. Поговорили и о самой дате. Это день рождения великого канадского ученого-физиолога Вредерика Бантинга, который изобрел инсулин. Затем гостей мероприятия познакомили с инновационной разработкой, новыми глюкометрами, измеряющими уровень сахара в крови без прокола. А после рассказали о том, как именно стоит ухаживать за кожей и полостью рта больным с сахарным диабетом. А еще собравшихся ждали и музыкальные подарки. Все присутствующие могли поучаствовать в беспроигрышной лотерее и выиграть средства для ухода за кожей и полостью рта, разработанное специально для больных с сахарным диабетом. У нас есть лототрон, мы его крутим и каждый застает себе подарок. То есть, ну, вы видели, сколько эмоций положительных было от этого мероприятия. По статистике, наконец, с 2017 года в России было зарегистрировано 4,5 миллиона человек с сахарным диабетом. А это 3% населения. Но медики считают, что реальная цифра гораздо больше. Каждый день о таком диагнозе узнают более 350 человек. Именно поэтому так важно не только доносить до людей информацию о способах лечения и контроля за заболеванием, но и уделять большое внимание ранней диагностике. Я каждый год хожу. Много нового узнали, да? Ну, конечно. Много нового. Это очень даже хорошо, что делают все-таки. Замечательно. Замечательно. Все хорошего, все хорошо. Все полезного, интересного, все замечательно. Это надо обязательно приходить на такие, как говорится, консультации, занятия, все. Это я очень хорошо, например, много получила полезного для себя. Каждый год встречи, приуроченные ко дню борьбы с диабетом, посвящены какой-то определенной теме. В 2018-2019 годах особое внимание уделяется теме «Диабет и семья». Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Сергей Лавин. Видное ТВ.